Сегодня у нас 6 августа 2018 года. Это поселок Потеряевка. Утро. Здорово, Илья. Доброе утро. Да, поточек там, приготовьте пока. Ну мы вокруг обойдем пока, с той стороны зайдем. Половина храма, вот эта вот, а это половина школа. Так, еще, но это будет слух. Так, от колхозного клуба все-таки вставалось. Пены вот эти вот передали. Внизу корни сделали, вон видите, крест. А это дрова на школу накололи, посмотрите. Товарища какая, сейчас зайдите туда. Это у вас получается с дровами? Да, ну уголь подвезут, уголь обязательно. Сейчас мы с той стороны посмотрим, вся школа, все там работают. Дровяники. Вам интересно будет? Если вы потом расскажете, где они с утра, а никто не знал, что приедете. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, посмотрим туда. Пойдемте. Пойдемте. А это Игоря склад. Мимо пройдем, чтобы потом не возвращаться. Гляньте. Пойдемте. У него что, ящмень? Пшеница, горло. Просто, я не знаю, гречка. Ну, у него не нужно. Я еще и Польшинских опять прикупил, которые там кому-то отдавали. Пайщики. Пойдемте. Шутора, по-другому. Пойдемте. 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 Добрый день! Сарафима Гавриловна, я Путин поздравил! За войну не в порядке, я уже 2 года. Я не знаю. Фотвористов работал. А недавно была статья, вы считали, про потерянку? Да. Мы ловили эту камеру. И мы летом занятия подкрывали. Здесь занятия ведут. Проводи дальше, по классу. Иди, заходи. У нас детей, я подумала, что они даже там, за границей уехали, в Грецию. У нас в дом, в городе, в школу у нас села много. Хороший коллабор. А здесь мы пытались поставить, ну, в 3 раз. В одну секунду, в сторону, доставить. Завтра все привели. Чтобы слева страна свет. Не знаю, пройдет она или нет. Такой вариант. Должно быть расстояние до парты. До первой 2.40. Баба Серафима пришла, встретиться с вами желает. Я говорю, идите туда у батюшки. Пойдемте. Она трактористом была? Она говорит, она и знает ее. Знает, все. Как? Еще до позже. Землю. Она не до декабря, я бы сказала. Да? Ну, давайте мы дальше. Наверное, не на 40-е. Пока. Если он срок веков. Делать, то тоже. Ну, получается. Ну, вот это подошло. Звучит музыка. Давайте калечим вверх. Вот этот храм. Нету платочка. Посмотрите, какой у нас прекрасный храм. Вот у нас ласточки летают в храме. Не отдай. Прямо внутри, что ли? Да. Вот посмотрите, какие выражения в Гиблии. То есть, когда меня не исправляют, все плохо меняет отношения. Если человек по отношению к Богу к людям ведет себя как волк, как дверь, то хоть я такой же буду. И как, а вон, смотрите. Святые изображения. Это у нас в Библии лежит. Вот лежат где-то в Парит Алтайсе. Сколько раз на День деревни. И на престоле 16 сентября. Святого Амфина Негамедийского. Вот его япония. Служба каждое воскресенье, да? Служба каждое воскресенье или как? Суббота-воскресенье и праздник. Вот Ильин день был, Ильин день. Иоанна Крестителя когда... А суббота-воскресенье обязательно. У меня до Круппуска не было за 27 лет. Все приходят, вон это было гнезда. А так написано в Библии, в 83-м Псалом говорит, «Ласточкой гнездой себе у алтарей». Так выставили в интернете, что чудо Божье, там по-разному, у кого-то с кем было, показывают, потеряют. И когда была архиерея, здесь, вон они сидят, здесь пели, хадисов он привез. И ласточки поют и поют сильные. Христос воскрес, они как выговаривают. В интернете довольно интересный людям кажется. Как это же, не человек? Ну да, прямо. Да? Да, правда, вот. Вот это так. Так это еще, вон еще два. Вот не человек, где. Вон, видите, вон, на сильном. А вон начало бодроства, прочитайте. Вот как-то приезжал главный банкир Алтайского края, Высоцкий Владимир Филимонович с горбанкой. До того удивлялся. Значит, нуля, все, нам государство тут не видит. Это все акционально с нуля. Но открытая враждебность, вот такой, как раньше, снесем, раздавим, это произнес кто-то, но нигде еще не было. Вот сколько до вас было, я знаю, вас, старчиков, отношение было всегда хорошее. А чего там свои вазы? Мы только от нас отыреваем бобры. Никогда не было. Плотины слетают. Да вы что? Говорили, говорят, так это в ценный метр. Мы не можем еще сделать. Они его разрывают. Мы сейчас проехали на Крополую. А это сколько ушло? А это лежали-то вокруг. Здесь не было пути. У вас всегда двери открыты. Да. Ибо... То есть, если другим я о Христине расскажу, что Он умер за нас, что спасение даровано в крови Христа, Павел говорит, какая мне польза в этом? Это, в общем-то, идут везде адаптиси, священное писание, церковная дисциплина, как одеты. В церковь в книге ничего нет, то, как придет. И вот все правила. Собрание прошло, утвердили. А здесь то опоздаю, а отдельно есть в отдельной комнате. Не так, что друг на друга наседают. Вон наша третья паста у меня, коробки посудили. Шесть прудов постановили вокруг. Ну, я смотрю, мы проезжали, что ли. Тут Рыжковский много времени взял. А второй плот, тут мы еще воды почти два раза больше поднимаем. Деревня, конечно, надо восстанавливать. Если бы легко, то легко бы сделали. А то 21 тысяча только уничтожены, и 10 тысяч по телевидению показывают. Дышит наладом. Один-два человека осталось. Мне больше всех понравилось изречение. Сказала Нина Данилова, депутат законодательного собрания от КПРФ. Она говорит, деревня потеря, это не на карте, это потеря земли государства. Мы еще не понимаем, что тут другие люди будут жить. Ну, как он, миллионами уже считает китайцы. Да, да. Брошенные где дома, там с юга приезжают они. Будем не сдвинуться. Будем не сдвинуться. Да. Пойдемте, посмотрите, как их кисти сделали. Там проехали. Рядом у нас живет Женя Данилова. Почему корчено-то? А? Почему корчено-то? А? Ну, под степно. Под степно. Под степно. Под степно, я говорю. Да, летать не стали. Он к родителям поехал, он стал по 9. Кто? Кирилл. 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 А ну, как верю. Бабушка надо на подойти, он обриснет. Ага, вазно! Там и бар. Там и бар. Все это не надо. Вот, так вот, как я сказал. Вот, видите, это убрали. Только что убрали. Начинает вот 1-2-3 лошади было. Сейчас не обои нету. Все на технике переплют. Земля кормит. Сарафима Гавриловна, а мы вот подошли. Подожди маленько. Она фотографируется не хочет. Ладно, ты ее не фотографируй. Познакомьтесь с подрядом. Вы меня не помните? Баба Дуся. Бабушка моя. Здравствуйте. Здравствуйте. Я потеряю. Бабушка моя. Бабушка моя. Бабушка моя. Бабушка моя. Бабушка моя. Бабушка моя. Бабушка. Бабушка моя. Бабушка моя. Бабушка моя. Бабушка моя. Она меня просто забыли. Как тебе говорят? Люда. Ну, помню теперь, слава с Дегорчей. Да, да, да. Ну, а ты там с кем всё это ешь? С Акскил. Да. Всё ещё у тебя всё есть. Твои детей у меня, внук, две девочки. Ведь это она на моих коленях умерла. Да. Ты помнишь, Ольга? На моих коленях. Да. Вот что. Слава тебе было всё. Это дороже всяких денег. А? Доброе воспоминание дороже всяких денег. Вон, Юдахи. А я Юдахи. Она мне не уходит. Она мне так и молюсь. Что за родителей? Что и она. У неё двери такие. И она вот такие. Её такие. Люденька. Милая. Да. Милая. Милая. Ну и полосок. Милая. Отдай, отдай! И вон, вот это. Вот это её тоже сува, я помню. Она висеть ходит по повышению. Точину и у ботинки. А ну, как тебе? Да? Всё просло у нас. Да, вовлечка. Это вот такие молитвы. Она молится. Ты здесь не все так вот. Слава Богу. Ну, сейчас пойдём. Туда. Выслали, а потом уже машину просто сесть с ней. Всё, там никого нет. Главное-то лагерь. Поберегите всё. Игорь говорит, как он спрашивал, меня бы взяли. Я говорю, ничего себе. Я наше 10 комплектов не повезу. А меня спрашивают, а кураевому бульгалю? Я говорю, никогда. Ничего там больше чемпера. Никак. А там каждый килограмм тоже. А там, кто-то выживает. Женя, Женя, она потеряется. Давай, по-саминкам, она так. Мишины, миши. Мишины, мишины. Мама. Мишины, мишины. Мишины, мишины, мишины. Мишины, мишины. Увидимся. Продолжение следует...